Шестой том книги «Открытым оком», вопрос номер 1590. Я среди вас новенький человек и не сразу все могу понять. Почему вы с таким жаром говорите о десятине? Разве ваш батюшка бедный, что ему нужны эти подношения? Сколько лет я ходила в Покровский храм и ни разу об этом не слыхала. Кто расположен что-то пожертвовать, пусть и кладет на тарелку по желанию. А так получается, что побор какой-то, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если Библия для вас авторитет, то мне остается только показать вам, что на эту тему говорит Господь Савовов и каков гнев иеговы на тех, кто не платит десятину. И при том, если не платит один, то гнев Божий падает на всех. Когда Бог из двенадцати колен избрал одно колено левийно на служение себе, то заповедал остальным коленам жертвовать десятину на содержание этого священного колена. В Библии это слово встречается сорок два раза и всегда только в одном смысле. Хорошо, что платят, и нехорошо, когда не платят. Книга Леви, 27 глава, 30 стих. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Сегодня нужно особенное внимание уделять проповеди, а не службе в храме. Книга Числа, 18 глава, 21 стих. А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Священство же из того, что Бог дает им через прихожан, выделяет свою десятину для Бога на жертвенное. Книга Числа, 18 глава, 26 стих. Объяви Левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины. Книга Пророка Неемия, 10 глава, 38 стих. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин возводили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой. Проходили века, нарождалось новое поколение и уже ничего не знали об этом установлении Божием. Но снова восставал ревнитель о деле Божием и десятина вновь занимала свое почетное место. Вторая книга Пророка Неемия, 31 глава, 5 стих. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. Вторая книга Пророка Неемия, 31 глава, 12 стих. И перенесли туда приношения и десятины и пожертвования со всей точностью. Когда людей постигали бедствия и наступали тяжкие и голодные времена, то искали разные тому причины. Но Бог отвечал им, что это за то, что они не отдают десятину священникам. Книга Пророка Агея, 2 глава, 16 стих. Неужели можно прочитать вот это откровение, бывшее пророку Малахии, и остаться безразличным, но так и продолжать воровать у Бога? Тебе хочется быть злостной воровкой, притом не дающей десятину не просто вор, но вор у Бога, то есть по статусу выше, и он есть святотатец. Если вор платит в четверо и в пятеро за ворованное, то святотатец побит будет камнями. Книга Исхода, 22 глава, 1 стих. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу. Послание к римлянам, 2 глава, 22 стих. Проповедуя, не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушая с идолом святотатствуешь. Книга пророка Малахии, 3 глава, с 8 по 10 стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ. Обкрадываете меня? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савуов, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка? Послание к евреям, 7 глава, 5 стих. «Получающие священство и сынов ливийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла врамовых. С этих десятин налог не платился, хотя враги иногда посягали и на это». Первая книга Маковейская, 11 глава, 35 стих. «И все прочее, принадлежащее нам отныне из десятин и даней, следующих нам, соленые озера и венечный сбор, нам принадлежащий, все вполне уступаем им. К десятинам никто не мог прикасаться, они считались как Божии». Книга Иудифи, 11 глава, 13 стих. «Даже начатки пшеницы и десятины вина и масла, которые по освящении хранятся для священников, предстоящих пред лицом Бога нашего в Иерусалиме, они решились употребить, тогда как и руками касаться их не следовало никому из народа». «И отдавать десятую часть со всех своих прибытков нужно с радостью, а не с огорчением. Удобно так считать, что эти десять рублей сотни Бог сам приложил излишними. «Нами они и не заработаны, но Он хочет, чтобы мы своими руками отдали Ему же, то есть через Его служителей». Книга о премудрости Иисуса, сына Сирахова, 35 глава, 8 стих. «При всяком даре имей лицо веселое и в радости посвящай десятину». Когда человеку это докажешь, что это есть Божье установление, тогда в ответ говорят, что в Новом Завете Бог уже отменил десятину и не устанавливали ее и апостолы. Это далеко не так. Книга Тавита, 1 глава, 6 по 8 стих. «Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным. С начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец, и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам ливийным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме, а третью давал кому следовало». Книга Второзакония, 14 глава, 22 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян Твоих, которые приходят с поля Твоего каждогодно». Плохо, когда люди думают этой десятиной со всякой мелочи прикрыть свою жестокость и немилосердие. Евангелие от Луки, 11 глава, 42 стих. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мятой, рутой и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять». В Новом Завете была не десятина, а несравненно больше. Когда апостол Павел делал сбор пожертвований для голодающих в Иерусалимской церкви, то люди пожертвовали и самими собой, то есть готовы были служить и телом, и трудом. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 2 стих. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Второе послание Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог». Второе послание Коринфянам, 8 глава, 3 стих. «Ибо они доброходны по силам и сверх сил, я свидетель». В понятие праведности входило всегда и отношение к содержанию священства, исполнение этой заповеди. В Новом же Завете предлагается больше – служить всею душою и имением. Некоторые и тогда лукавили и дрожали за свое имущество. Книга Деяний Апостольских, 4 глава, 35 стих. «И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду». Книга Деяний, 5 глава, 2 стих. «Утаил из цены сведома и жены своей, и некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «При всем скажу, кто сеет скупа, тот скупа и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Первое послание Титу, 5 глава, 18 стих. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Второе послание Тимофею, 2 глава, 6 стих. «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». Первое послание Тимофею, 5 глава, 17 стих. Достойно начальствующим пресс-фитерам, должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Отсутствие десятины, когда ее не отдают священникам, дало место дьяволу ввести в храм торговлю, совершать грех симонии, торговлю таинствами, требами. И это только потому, что нет десятины, а взять ее могут только там, где есть община, а не проходной двор. Десятину Бог установил. Многим десятина неизвестна. Автор у нее Эммануил со священством повенчал невесту. Все, что удается нам добыть, с потом заработать, прикарманить, верные свободные рабы, обратите на нее внимание. Все обязаны святую десятину в церковь принести, отдать священству, а иначе Бог тебя покинет, святотатцам нет пред Богом места. Иегова обещает много, с неба изобилия послать. Десятину не кради у Бога, милости получишь без числа. Так, одна десятая всего, то, чего коснулись десять пальцев, что отмерил разум, ногой изначально к нашему прижалась. Эту красоту излишек счастья Савоов на время нам вручил. Освятить твое десятой частью, к милостыне с детства приучить. Не смотри, что в храме есть достаток, покорись смиренно перед словом. С неворованным и сон в устатку сладок послушание ляжет в изголовье. Десятина уберет торговлю, установит в храмах тишину. Приноси ее по доброй воле, приучи к тому детей, жену. Десятина – чудная картина. Гармоничность, чинность, высота. Без нее мы все под карантином у разрушенного жадностью моста. Аминь. Продолжение следует...